От этой картины исходил запах пожара. Висело во второй пожарной части в караульном помещении. Трудовые будни спасателей. Эта тема красной нитью проходит через всё творчество Арата Шайдулина. Всю жизнь он отдал служению в пожарной охране, но никогда не переставал творить. Прямо в кабинете у спасателя стоял мольберт с красками. Создавал и памятки для детей, и картины. Здравствуйте! После выхода на пенсию свои знания цвета и композиции он начал дарить студентам художественной мастерской. Все они уже застоявшиеся личности. Работники банков и страховые агенты. Но каждая из них жизнь без мольберта уже не представляет. Он вкладывает нас в душу. Я думаю, что 50% это всё-таки зависит от преподавателя. То, что он даёт, как он даёт, сколько он даёт. Именно он отдаёт себе честь души. Это, конечно, бесценно. Научить рисовать можно каждого, уверен художник. Кто-то любит кисти, её широкие яркие мазки. Кому-то ближе к карандаше его утончённый чёрно-белый образ. Главное, что искусство может вдохновить даже на спасение жизней. В нашей семье люди занимаются, кто творчеством занимался, и кто по профессии пожарный. Поэтому и пожарный, это всё совместимо. Мы же спасаем всегда нам дорогое, скажем так, красивое. Спасаем красоту. Художник делает эту красоту. О его умении создавать красоту теперь знают и в Москве. На стены росписи в музее МЧС заметили коллеги и сфотографировали. После этого Айрата Шайдулина пригласили на финал конкурса. Теперь за то, что он вдохнул красок в скучной стене музея. У него дома живёт золотой Витязь. Главная награда конкурса искусства на службе спасения. Альмира Незамова, Игорь Романов, Телеканал Эфир.